Теперь появилась задача в чистом виде. Задача в чистом виде состояла в чистом виде. Она искала площадь не где-нибудь на материнке, а на берегу моря искала. Поэтому, допустим, у нас тут сам берег моря. Пусть у нас будет прямая линия. Мы тогда должны отложить в высшей школе или вестами. Вот такой вот площадь. И в отличие от общей задачи, мы там искали, замку-то кривую искали. А здесь мы ищем кривую так, чтобы замка-то кривая заключала в себе кусок прямой. Ну, отрезок. Может быть, да, там вроде бы потроще что-то получается. Часть границы фиксирована. Расположение фиксировано. Так вот и спрашивается, какой формой участок земли нужно было отхватить, чтобы это была наибольшая площадь. Что мы делаем? Вот тут на самом деле длина, это самый берег, который на самом деле есть. И это получается. И возьмем циркальный образ. Так, когда циркальный образ мы возьмем, то площадь будет равна. Это будет С1. Здесь будет С1. Длина. А длина же уравняется. Длина. И так сказать, периметр нам известен. Нам известен периметр, полностью известен. Ну и знаем, что наибольшая площадь будет округа. Будет округа. Значит, фигура одной из вами ищем, будет полукруг. 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 Так, хорошо. Теперь, подавшие изменения. Подавшие изменения. Чего не было, какого ограничения. Мы заранее выгодные длины знания. Фигуру можно было расположить вот так, чтобы было положить фотографии. Вредноизвестно. А пусть будет известна длина. И скажу A. И дальше известна бережка. Опять. Длина A. Тут я повторяю еще раз. Концы бережки не фиксированы. Примерно никакого угодно порядка. Попробуем располагать их. Главное, чтобы не было располагать большая площадь, больше всего. А вот здесь уже фиксированы конверсы. Фиксированы конверсы. Так вы спрашиваете. Какой формы опять должна быть эта клевая, чтобы охваченный площадь была наибольшая? Туда я просто установил на ответ. Скажу таким образом. То опять. Должен быть. Другой формы здесь. Так что вот здесь цвета была, какая у нас в ней есть, Ф tutte бани. Будет такая полотношка из ВИА окружности. Надо провести окружность. Повторяю еще раз. Чтобы, по темным условиям. Вот здесь она фиксирует длина, они для них равняются, что они прибалили, они прибалили. Хочу жгать ей окружу с такой, чтобы форта была равна заданному значению длина, и дуга стягиваемая была равна длину. Так, как это доказывается, что именно такая ситуация должна быть? Знаешь, что это очень простой? Пусть есть где-то другая кривая. Вместе ту же самую длинную вещь. Пусть такая другая кривая есть. Так, что я сделаю? Я возьму, что у меня, по предположению, что достаточно другая длина, достроена окружность. Это задача, надо же самую парню. Самую такую. Так. Тепля, есть, допустим, другая кривая есть. Ну, и вот я завожу. Вот такая длина. Так, какая длина. Тепля, есть, какая длина. По любому, по любому, по бедному, по любому, по любому. Тепля, есть. Здесь, н от этих других. Здесь, н от этих других. Тем самым длина всей львы та же самая, которая у окружности. Тогда мы с вами знаем, что наибольшая площадь должна быть кровь. Тем самым вот эта фигура имеет меньшую площадь. Это означает, что она общая, значит здесь площадь меньше. Другая кривая, которая не дуга-купинская, а хватит там площадь меньшим размером. И теперь я завершил одну из задач. Давайте вот такую задачу поставим для многого года. Когда я рассказал эту задачу, чтобы там отрезок данной длины, нам надо найти каленую данной длины, чтобы охвачивать, ну ладно, они больше олежут. Давайте мы здесь, когда я её ищу, я ничего не говорю про её форму. Ничего не говорю. Этенциал доказал, что она должна быть другой окружности. А теперь давайте задачу будем искать так. На этом будем искать многоугольник. Будем искать N плюс один угольник. N плюс один угольник, у которого одна сторона известна. А вот здесь же будет N. Это вот ломаная, N звенда ломаная. N звенда ломаная. А здесь фиксированная длина. Вот надо найти эту ломаную, что она вместе с известным отрезком заключала наибольшую площадь. То есть задача не в классе всех кривых, а в классе многоугольников. Я умею доказывать, что вот эта ломаная, какая есть, должна быть равна длине. Все N звеньев, они все одну и ту же длину имеют. Ну, я тебе доказал, используя, ну, для тех, кто знает, скажу, задачу на условных требований. Здесь такая задача существует. Она требует вычислений с производными. Я доказал, что тем самым вот условная ломаная должна состоять из равных звеньев. Ну, и для завершения, скажу так, что эта тема, она такая благодатная. Такое количество работ на эту тему будет стоять. Вообще, мы смотрим. Во-первых, можно искать уже по размерности мультипространство. Как там завтра останется? Нарти тело наибольшего объема, у которого известна площадь поверхности. Это аналог того, что Александр Штейнер решал. Ответ? Шара. Шара, в связи с многими... Площадь поверхности нам дана, разменом дана, мы знаем площадь шара, что равнится 4P в квадрат, а у нас S. Это дано. У нас находится радиус, когда мы входим с S на 4P. И доказывается, что этот шар, такой радиус, имеет наибольший возможный объем. Так дальше. Это по-размерности. Все же по другим условиям. Например, давайте будем искать участок Земли не на плоскости, а на сфере. На сфере. На нашей родной планете. Когда мы работаем с садовую участку, рассматривать там, она плоская там. Не надо привлекать. А если у вас масштаб матерей, плохо рассматривать, такой масштаб, там уже нужно учесть, что Земля на самом деле шар сверху. Тем самым, опять то же самое. Дана кривая. Дана поверхность. На ней ищем участок наибольшей площади, у которой граница имеет данную длину. Данную длину. Вот вам и опять дальше. Вот тем самым обобщение по размерности и обобщение по форме той области, которую мы с вами изучаем. Так, я хочу ваше внимание обратить на следующее обстоятельство. Когда участок плоской земли, плоского участка, то все определяется границей. А на границе вы уже все про эти участки знаете. Площадь знаете, там диаметр и так далее. А если у нас участок не плоской земли, то нахождение площади по границе невозможно. Очень просто. Если у нас с вами не сгорят, вот такая границкая местность. Так, вот у вас граница, которая лежит на плоскости. По границе узнать, каковая площадь невозможна. Почему? Потому что если граница, ну, площадь больше будет существенная. Потому что мы и с вами знаем, что на гурном лесу тоже будет середине пашут. Поэтому вот тут уже вступает, или внушно вступает, характер той поверхности, на которой мы с вами ищем максимальную площадь. Будет на эту тему тоже очень много работа. Самыми высокими, так скажем, высококлассными математиками мы задачи изучаем все.